Блаженный Августин. Исповедь. Книга 10, часть 34. Вот он, настоящий свет, единый, едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет, о котором я говорил, приправляет своей соблазнительной и опасной прелести мирскую жизнь слепым ее любителям. Те же, кто умеет славить за него тебя, Господь, всего Создатель, возьмут и его для гимна тебе, но не позволят взять себя и уснуть душой. Таким и я желаю быть, сопротивляясь соблазнам глаз, чтобы не опутали они ног моих, идущих по пути твоему. Возведу к тебе глаза невидимые, чтобы ты выпутал из силков ноги мои. Ты их все время выпутываешь, потому что они в них попадают. Ты непрестанно их выпутываешь, а я часто застреваю в ловушках всюду расставленных. Ты же не уснешь и не предашься сну, охраняя Израиля. К тому, что прещают глаза, сколько еще добавлено людьми. Создание разных искусств и ремесел, одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения. Все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. Занятые во сне своими созданиями, люди в сердце своем оставляют того, кто их создал, а разрушают то, что в них им создано. Я же, Господи, украшение мое, и тут нахожу причину восславить, возгласить гимн Тебе и принести жертву хвалы, принесшему себя в жертву за меня. Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник — та красота, которая превыше души, и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерило для пользования ими, а оно тут, и они не видят его. Ходить далеко не надо. Пусть хранят силу свою для тебя и не разбрасывают ее на утомительные услады. Я говорю это и понимаю, и стою перед этой красотой, словно ноги у меня спутаны. Ты высвобождаешь их, Господи, Ты высвобождаешь милосердие Твое перед глазами моими. Я жалостно попадаюсь, и Ты жалостливо освобождаешь меня. Иногда я этого и не чувствую, потому что был захвачен слегка. Иногда же мне больно, потому что застрял я крепко. 35. Сюда присоединяется другой вид искушения, во много раз более опасный. Кроме плотского вожделения, требующего наслаждения и удовольствия для всех внешних чувств, и губящего своих слуг, удаляя их от Тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти. Это пустое и жадное любопытство рядиться в одежду знаний и науки. Оно состоит в стремлении знать, а так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании похотью очей. Собственное назначение глаз – видеть. Но мы пользуемся этим словом, говоря и о других чувствах, когда с их помощью что-то узнаем. Мы ведь не говорим «послушай, как это отливает красным», или «понюхай, как блестит», или «отведай, как ярко», или «потрогай, как сверкает». Но во всех этих случаях говорят «смотри». Мы ведь говорим не только «посмотри, что светится», а это почувствовать могут только глаза, но и «посмотри, что звенит», «посмотри, что пахнет». «Посмотри, какой в этом вкус». Посмотри, как это твердо. Поэтому всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, похотью очей. Обязанность видеть – это основная обязанность глаз присваивать себе в переносном смысле и другие чувства, когда ими что-либо исследуется. Тут очевиднее различаешь между тем, что требуется внешним чувствам для наслаждения и что для любопытства. Наслаждение ищет красивого, звучного, сладкого, вкусного, мягкого, а любопытства, даже противоположного, не для того, чтобы подвергать себя мучениям, а и желание исследовать и знать. Можно ли наслаждаться видом растерзанного, внушающего ужас, трупа? И, однако, пусть он где-то лежит, и люди сбегутся поскорбеть, побледнеть от страха. Им страшно увидеть это даже во сне, а смотреть на его их словно кто-то принуждает, словно гонит их молва о чем-то прекрасном. Так и с другими чувствами долго это перечислять. Эта же болезнь любопытства заставляет показывать на зрелищах разные вековины. Отсюда и желание рыться в тайнах природы, нам недоступных, знание их не принесет никакой пользы. Но люди хотят узнать их, только чтобы узнать. Отсюда в целях той же извращенной науки ищут знания с помощью магии. Отсюда даже в религии желание испытать Бога. От него требуют знамений и чудес, не в целях спасения, а только чтобы узнать их. В этом неизмеримом лесу, полном ловушек и опасности, я уже многое обломал и раскидал. Ты дал мне это сделать, Боже, спасение моего. И, однако, осмелюсь ли я сказать, когда повсюду и ежедневно в нашу жизнь с грохотом врывается множество предметов, возбуждающих любопытство, осмелюсь ли я сказать, что ни один из них не заставит меня внимательно его разглядывать и не внушит пустого интереса. Театр меня, конечно, не увлекает. Я не забочусь узнать течение светил. Душа моя никогда не спрашивала теней. Мне отвратительны всякие светотатственные обряды. Какими, однако, уловками и нашептываниями не действует враг, чтобы я попросил у тебя какого-нибудь знамения? У тебя, Господи, Боже мой, кому обязан я только служить в смирении и простоте? Молю тебя ради царя нашего Иерусалима, отечества простоты и целомудрия. Как далеко и отходит еще дальше. Как далека сейчас от меня мысль согласиться на такое, так и да пребывает она далеко и отходит еще дальше. Если же я прошу тебя о спасении кого-нибудь, то цель моей настоятельной молитвы совсем другая. Ты же делаешь, что хочешь, даешь и будешь давать мне силу охотно подчиняться тебе. И какое же множество ничтожнейших, презренных пустяков ежедневно искушает наше любопытство. И как часто мы падаем. Кто пересислит это? Сколько раз мы сначала как будто только терпим пустую болтовню, не желая обидеть немощных. А мало-помалу начинаем слушать охотно и внимательно. Я уже не смотрю в цирке, как собака гонит зайца. Но если случайно увижу охоту в поле, то она отвлечет меня, может быть, и от важных размышлений. И привлечет к себе, заставит свернуть с дороги не мою лошадь, но мое сердце. Если ты, сразу же показав немощь мою, не вразумишь меня, да вознесусь к тебе, извлекши некие мысли из этого самого зрелища, или вовсе их перенебрегу и пройдут мимо, то я останусь во власти бессмысленного любопытства. А когда я сижу дома, разве мое внимание часто не захватывает ящери, со занятой ловлей мух или паук, опутывающий своими сетями попавшихся насекомых? Пусть эти существа мало, но ведь дело тут в том же самом. В дальнейшем я перехожу к восхвалению тебя, дивный создатель, все упорядочивший. Но не эта же мысль сразу захватывает мое внимание. А одно – быстро встать, другое – не падать. И таких пустяков полна моя жизнь. И одна надежда моя на твое великое, великое милосердие. Сердце наше разместилище подобных мелочей. В нем лежат обильные кучи вздора, которым часто нарушены и смущены молитвы наши. И когда перед лицом твоим устремляем мы к ушам твоим голос сердца нашего, не знаю, откуда врываются пустые мысли и прерывают столь важные занятия. Неужели я это сочтем незначительным? Не вернет ли нас хоть что-то к надежде только на изведанное милосердие твоего? Ты ведь начал уже изменять нас. И Ты знаешь, насколько Ты изменил меня. Во-первых, Ты излечил меня от страсти оправдывать себя, дабы умилостивиться и над прочими беззакониями моими, излечить все недуги мои, избавить от гибели желания мое. Ты принизил гордость мою страхом твоим и приучил шею мою к ерму твоему. И теперь я несу его, и оно легко мне. Ты обещал это и сделал. Таким оно и было. А я и не знал, когда боялся надеть его. Уже ли, владыка, Ты единый, владычествующий, не зная гордыни, ибо Ты один настоящий владыка, и нет владыки над Тобой? Уже ли это третье искушение отошло от меня, или за всю эту жизнь отойти не сможет? Желать, чтобы люди меня боялись и любили не ради чего другого, только потому, что в этом радость, которая вовсе не в радость. Жалкая жизнь и гадкое тщеславие. Это вот главным образом и уничтожает любовь к тебе и чистый страх перед тобой. Потому ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. И мечешь на мирское тщеславие грома, от которых сотрясается основание гор. А так как некоторые общественные обязанности можно выполнять только если тебя любят и боятся, то враг истинного счастья нашего тут и начинает наступать, всюду разбрасывая, как приманку поселкам, свои похвалы. Мы жадно их подбираем и по неосторожности попадаемся, отлагаем от истины твоей радость свою и полагаем ее в человеческой лжи. Нам приятно, чтобы нас любили и боялись не ради тебя, а вместо тебя. И враг, уподобив нас таким образом себе, держит нас при себе не ради согласия в любви, а ради сообщества в наказании. Это он решил утвердить престол свой на севере, чтобы ему, извращенно и уродливо тебе, подражающему, служили исполненные мрака и холода. Мы же, Господи, вот мы, малое стадо Твое, владей нами, раскинь крылья Твои, пусть мы укроемся под ними. Будь славой нашей, пусть нас любят ради Тебя, пусть боятся в нас слова Твоего. Того, кто хочет людских похвал, не взирая на Твое порицание, не защитят люди на суде Твоем, не вырвут его от осуждения Твоего. Не грешника, однако, хвалят за желание души его, не творящего беззакония благословляют. Хвалят человека за дар от Тебя полученный. Но если он больше радуется похвалам, чем самому дару, за который его хвалят, то ты его порицаешь. И тот, кто хвалит, лучше того, кого хвалят. Первому угоден человеке Божий дар, а второму более угоден дар от человека, а не от Бога. Искушают нас эти искушения ежедневно, Господи, непрерывно искушают. Человеческий язык — это искусительное горнило на каждый день. Ты приказываешь нам и здесь владеть собой. Дай, что повелишь. И повели, что хочешь. Ты знаешь, стена не сердца моего к Тебе, и реки слез моих. Мне нелегко сообразить, насколько очистился я от этой скверны. И я очень боюсь того, что скрыто во мне. Это видеть глаза Твои. Мои нет. При других искушениях я способен хоть в какой-то мере проверить себя. При этом почти нет. Что касается плотских удовольствий и пустого любопытства, то тут я вижу, насколько я успел в обуздании души моей. Лишился ли я их добровольно, или их вовсе и не было. Но я могу себя спросить, каково мне без них, очень тяжко или не особенно, к богатству стремятся, чтобы служить какой-либо из этих трех страстей, одной или двум, или всем трем. Если душа не может дать себе отчета, презирает ли она богатство им, обладая, то можно от него отказаться, чтобы испытать себя. А неужели, чтобы проверить, как на нас подействует отсутствие похвал, мы должны жить дурной жизнью, настолько порочной и зверской, чтобы все нас, знающие, нас возненавидели. Можно ли сказать или подумать что-нибудь бессмысленнее, если похвала и должна быть, и бывает спутницей хорошей жизни и хороших дел, то не следует отказываться ни от такой спутницы, ни от самой хорошей жизни. А понять, без чего обойдусь я спокойно или с трудом, я могу только при отсутствии того, о чем шла речь. В чем же исповедуюсь я тебе, Господи, говоря об этом искушении? Не в том ли, что похвалы мне очень приятны? Но истина больше, чем похвалы. Если бы меня спросили, предпочту ли я стать безумцем, во всем заблуждаться и слышать всеобщие похвалы, или быть разумным, твердо стоять в истине и слышать всеобщее порицание, я знаю, что я выберу. Я не хотел бы только, чтобы одобрение из чужих уст увеличивало во мне радость от чего-то доброго во мне, а оно, признаюсь, увеличивает. Мало того, порицание уменьшает. И когда я в тревоге от этой нищеты своей, то тут и подкрадывается ко мне извинение. Ты, Господи, знаешь ему цену. Но меня оно смущает. Ты ведь приказал нам быть не только воздержанными, то есть подавлять любовь к некоторым вещам, но и справедливыми, то есть знать, на что обращать ее. Ты захотел, чтобы мы любили не только тебя, но и ближнего. И мне часто кажется, что когда я радуюсь похвале очень понимающего человека, то я радуюсь росту ближнего или надеждам на этот рост, и наоборот огорчаюсь его недостатками, когда слышу, как он порицает или то, чего он не понимает, или то, что хорошо. А иногда я огорчаюсь и похвалами себе, если хвалят во мне то, что мне самому не нравится, или оценивает больше, чем они стоят, качества даже хорошие, но незначительные. И опять, откуда я знаю, возникает ли во мне это чувство, потому что я не хочу, чтобы тот, кто меня хвалит, был обо мне другого мнения, чем я сам, и беспокоюсь вовсе не о его пользе. Те самые хорошие качества во мне, которые и мне нравятся, становятся мне приятнее, если они нравятся и другому. Если же мое собственное мнение о себе не встречает похвалы, это значит, что в какой-то мере не хвалят и меня, потому что или хвалят то, что мне не нравится, или хвалят больше то, что мне в себе нравится меньше. Не загадка ли я сам для себя? И вот в тебе истина. Вижу я, что надлежит мне приходить в беспокойство от похвал в себе, не ради себя, а ради пользы ближнего. А бывает ли так, не знаю. Тут я себе меньше знаком, чем ты. Молю тебя, Боже мой, покажи мне меня самого, чтобы в ранах, которые я увижу в себе, исповедаться братьям моим. Они будут молиться за меня. Я стану опять допрашивать себя внимательнее. Если, слушая похвалы себе, я беспокоюсь о пользе ближнего, то почему я беспокоюсь меньше, слыша несправедливые упреки не себе, а другому? Почему меня уязвляет больше оскорбление, брошенное мне, чем нанесенное другому в моем присутствии, и столь же незаслуженно? И этого ли не знаю? Остается обольщать самого себя и лгать перед тобой языком и сердцем. Это безумие удаляет меня, Господи. Да не станут слова мои елеем грешника, чтобы умастить главу мою. Нищ я и беден, но я лучше, когда, противив себе истинная, втайне ищу милосердия твоего, пока не восполнится ущербность моя, и не исполнись я мира, неведомого оку гордеца. Речи же, выходящие из уст, и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением. Любовь к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы как-то его возвысить. Она искушает меня, когда я изобличаю ее в себе, тем самым, что я ее изобличаю. Часто презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба. Нечего хвалиться презрением к славе, ее не презирают, если презрением к ней хвалятся. В нас засело, засело еще и другое зло, обнаруживаемое этим искушением. Оно опустошает души тех, кто сам себе нравится, хотя другим они и не нравятся, или даже противны. Они не стараются понравиться, нравясь себе, очень они тебе опротивеют. Нехорошие они считают хорошим. Твои хорошие дела своими, а если и твоими, то совершенными благодаря им. Пусть в силу твоего влияния, но они ему не порадуются вместе с другими, а позавидуют тем, кто им воспользовался. В таких и подобных опасностях и затруднениях ты видишь трепет сердца моего. И я чувствую, что ты будешь вновь и вновь исцелять раны мои, но не перестанешь наносить их. Сорок. Где не проходила ты вместе со мной истина, уча, чего остерегаться и к чему стремиться, когда я приносил тебе скудные домыслы свои, какие мог, и спрашивал совета. Я обошел, где мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь, оживляющую мое тело, и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда я вступил в тайники моей памяти, в эти просторы с их многообразием. Они чудесным образом наполнены бесчисленными сокровищами. Я смотрел и ужасался. Я не мог ничего разобрать без тебя, но все это не ты. И не сам я нашел это, хотя всюду проник и постарался все различить и оценить по достоинству. Об одном я узнавал от моих вестников чувств, которые я спрашивал. Другое я чувствовал, срослось со мной, и я разбирался в самих этих вестниках моих, распределяя их. И уже в богатых сокровищах памяти моей я одно пересматривал, другое прятал, иное извлекал на свет. Не сам я занятый этим, то есть не сила моя, с помощью которой я этим занимался, не были ты, ибо ты свет вечно пребывающий, у которого я спрашивал обо всем. Существует ли это? Что это такое? Какая ему цена? И я слушал твои уроки и приказания. И я часто это делаю, в этом радость моя, сладостное убежище, куда я бегу всякий раз, чуть отпустят меня дела необходимые. Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая тебя, не нахожу я верного пристанища для души моей. Оно только в тебе, где собирается воедино пребывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит от тебя. И порой ты допускаешь в глубине мое редкое чувство неизведанной сладости. Если бы пережить его во всей полноте, то не знаешь, что будет, этой жизнью это не будет. И я падаю обратно сюда под горьким бременем, меня засасывает обычно и держит меня. Я сильно плачу, но и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз привычки. Быть здесь я в силах, но не хочу. Там хочу, но не в силах. Жалок обоюдно. Вот почему рассмотрел я грехи мои, которыми болею, подчиняясь тройному вожделению, и воззвал в десницы твоей для спасения моего. Увидел я раненый сердцем сияние твое, и ослепленный им сказал, кто может его выдержать. Отвергнуть я от очей твоих. Ты истина над всем царящая, и я в жадности своей не захотел потерять тебя, но захотел вместе с тобой обладать и ложью. Никто ведь не захочет и залгаться до того, чтобы самому не знать, в чем истина. Так я и потерял тебя, потому что ты не удостоишь ложь того, чтобы ужиться с ней. Кого найти мне, чтобы примирить меня с тобой? Обратиться к ангелам с какой молитвой? С помощью каких обрядов? Многие старались вернуться к тебе, но не могли этого сделать своими силами, и по моим слухам испробовали это средство. Они были охвачены желанием необычных видений, и по заслугам оказались жертвой собственных вымыслов. Они искали тебя, кичась своей наукой, гордо выпить и в грудь, а не смиренно ударяя в нее. Они привлекли себе по сходству сердец в товарищи и помощники своей гордости духов воздуха, которые ее обманули их силами магии. Они искали посредника, который бы очистил их, но его не было. Был дьявол, принявший вид ангела света, и гордая плоть их особенно соблазнялась тем, что у них не было плотского тела. Были они смертные и грешники. Ты же, Господи, и примирение с кем они гордо искали бессмертен и безгрешен. И посреднику между Богом и людьми надлежало в чем-то уподобиться Богу, в чем-то уподобиться людям. Подобный во всем людям он был бы далек от Бога. Подобный во всем Богу он бы далек людям был. И, следовательно, не мог стать посредником. У того же мнимого посредника тайным судом твоим определенно через него посрамлять гордость, как она того и заслужила. Есть одно общение с людьми – грех. Ему, однако, желательно казаться, что есть у него и нечто общее с Богом, не будучи облечен смертной плотью. Он и хвалится бессмертием. А так как возмездие за грех – смерть, то объединяет его с людьми как раз то, за что вместе с ними он и осужден на смерть. Истинный же посредник, которого в таинственном милосердии твоем явил ты людям, послав к ним, чтобы на его примере научились они настоящему смирению, посредник между Богом и людьми, человек Христос и Иисус, стал между смертными грешниками и бессмертным, и праведным, смертный, как люди, праведный, как Бог. А так как награда праведности жизни мир, то праведностью соединявшейся с Богом он изгнал смерть для оправдания грешников, пожелав приобщиться к ней вместе с ними. Он явлен был древним святым, чтобы они спаслись верой в будущее страдания его, как спасенным и верой в бывшее, как человек он посредник, а как слово он не стоит посередине, ибо он равен Богу, он Бог у Бога, и единый Бог вместе с Богом. Как же полюбил ты нас, добрый отец, что сына своего единственного не пожалел и предал его за нас, нечестивых? Как полюбил ты нас, за которых он, не почитая хищением, быть равным Богу, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной? Он, единственно свободный среди мертвых, имеющий власть отдать душу свою, власть опять принять ее. Он за нас перед тобой победитель и жертва, и победитель потому, что жертва. Он за нас перед тобой первосвященник и приношение, и первосвященник потому, что приношение. Он сделал нас из рабов сыновьями тебе, от тебя рожденный, нам послуживший, по справедливости, крепко надеясь на него. Ты исцелишь все недуги мои через того, кто сидит одесную тебя и ходатайствует за нас перед тобою. Иначе я впал бы в отчаяние, многочисленные тяжкие недуги мои, многочисленные тяжкие, но сильнее врачевание твое. Мы могли бы думать, что слово твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним, и пришли бы в отчаяние, если бы оно не стало плоти и не обитало бы среди нас. Ужаснувшись грехов моих под бременем нищеты моей, задумал я в сердце своем бежать в пустыню. Но ты удержал и укрепил меня, говоря, Христос для того умер за всех, чтобы живущие не для себя жили, но для того, кто умер за всех. Вот, Господи, я слагаю на Тебя свою заботу, да вижу и увижу чудеса закона Твоего. Ты знаешь невежество мое и слабость мою. Научи меня и исцели меня. Твой единственный Сын, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, выкупил меня своей кровью. Пусть не клевещут на меня гордецы. Я думаю о моем выкупе, когда принимаю и раздаю причастие. Я, бедный, желаю насытиться вместе с теми, кто принимает и насыщается. И восхвалят Господа, кто ищет Его. Книга одиннадцатая. Уже ли, Господи, Ты, чей удел вечность, не знаешь того, о чем я Тебе говорю? Или то, что совершается во времени, Ты видишь в то же самое время? Зачем же я Тебе столько рассказываю и так подробно? Не за тем, разумеется, чтобы Ты от меня об этом узнал, но чтобы возбудить и в себе, и в тех, кто это читает, любовь к Тебе. Да скажем все, велик Господь и достохвален. Я уже сказал и еще скажу. Я делаю это из любви к любви Твоей. Мы ведь молимся, хотя истина и говорит. Знает Отец Ваш, в чем имеете нужду, прежде чем Вы попросите у Него. Наши чувства к Тебе раскрываем мы, исповедуя Тебе несчастья наши и милости Твои. Да верши освобождение наше Тобой начатое, да перестанем быть несчастными в себе, да будем в Тебе счастливы. Ты ведь призывал нас стать нищими духом, кроткими, плачущими, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами. Вот и рассказал я Тебе многое, что мог и что хотел. Ты ведь первый захотел, чтобы я исповедался Тебе, Господу Богу моему, ибо Ты добр, ибо навеки милость Твоя. Когда же мне довольна будет сообщать языком пера о всех увещаниях Твоих, о всех угрозах Твоих, об утешениях и руководствах, которыми привел Ты меня проповедовать Слово Твое и раздавать тайны Твои народу Твоему. А если и довольна будет сообщить все по порядку, то дорого ведь мне стоит каждая капля времени. Давно уже горит сердце мое размышлять о законе Твоем и тут показать Тебе свое знание и свою неопытность, первые проблески Твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотить сила Твоя, немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям, обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых. Господи, Боже мой, внемли молитве моей, по милости Твоей услышь желание мое. Оно кипит во мне, не только ради меня. Я хочу от него пользы, любимым братьям. И Ты видишь в сердце моем, что это так. Да послужу Тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву Тебе. Дай, что предложить Тебе, ибо нищий я и беден, но Ты богат для всех призывающих Тебя. Свободный от заботы заботишься о нас. Отсеки всякое неразумие и всякую ложь во мне и вне меня на устах моих. Да пребудет Писание Твое чистой усладой моей, да не впаду в заблуждение через него, да не введу им в заблуждение. Внимли, Господи, и сжалься. Господи, Боже мой, свет слепых и сила немощных и всегда свет зрячих и сила сильных. Внимли, душе моей, услышь взывающего из бездны. Если нет в бездне ушей Твоих, куда нам идти? Кому взывать? Твой день и Твоя ночь по мановению Твоему пролетают минуты. Одари меня щедро временем для размышлений над тем, что сокрыто в законе Твоем. Перед стучащимся не закрывай его.